Здравствуйте! Это программа новости Сургут-24 в студии Юлия Давыдова. В начале выпуска коротко о главных темах. В Югре работает министр энергетики России. В Сургуте он провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Югры. О чем говорили? Каникулы с пользой. Сургутские школьники во время летних каникул шьют изделия для бойцов специальной военной операции. И сердечная команда в действии. Хирурги окружного кардиоцентра осваивают новый вид оперирования пациентов со сложным приобретенным пороком сердца. Министр энергетики России Сергей Цивилев с двухдневной рабочей поездкой находится в Югре. Накануне он вместе с временно исполняющим обязанности губернатора региона Русланом Кухаруком побывал в Сургуте. Во время встречи с главой Ханты-Мансийского автономного округа федеральный министр отметил, что Югра является одним из крупнейших энергетических центров не только в России, но и в мире. Руслан Кухарук рассказал, что ХМАУ занимает первое место в стране по добыче нефти, производству электроэнергии. На второй позиции по добыче газа и объему промпроизводства. Нефтяные компании каждый год вводят в эксплуатацию около 4,5 тысяч скважин. Растет и доля поднимаемых на поверхность трудноизвлекаемых запасов черного золота. Методов поддержки, которые были применены за последние годы, позволило увеличить добычу нефти, трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья, и в том числе сократить затраты на добычу. Это преференции, которые были оказаны в рамках налогового законодательства. Сегодня мы активно используем в том числе и подходы, которые связаны с разработкой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти, основанные на научной деятельности. Мы понимаем, что сегодня без научных подходов, без такого высокого технологичного ключа не обойтись в части решения проблемы, которые сегодня существуют. 25% практически всего того, что сегодня, всех месторождений – это как раз трудноизвлекаемые запасы. Югра в области научных подходов в разработке и добычи трудноизвлекаемых запасов нефти сотрудничает с институтами, которые находятся на территории региона, и с крупными нефтегазовыми компаниями. В прошлом году на электростанциях Югры произведено 82,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, из которых пятую часть транспортировали на Ямал, а также в Тюменскую, Свердловскую и Томскую области. В списке задач – обеспечение электроэнергией дачных кооперативов рядом с крупными городами Югры. Садовые товарищества де-факто стали жилыми поселками. Руслан Кухарук предложил министру энергетики страны провести совещание, чтобы оценить перспективу увеличения производимой в Югре энергии. Еще один акцент образовательной мощности – кадровый вопрос для предприятий топливно-энергетического комплекса ключевой. Руслан Кухарук и Алексей Забазлаев на примере Сургута рассказали, как эта работа ведется во всем регионе. «А как идет подготовка инженерных кадров? Потому что это основа. Мне бы хотелось поподробнее с инженерных школ, инженерных классов и пошли дальше СУЗы отдельно и ВУЗы. Вот эта цепочка какая-то?» «У нас уже многие годы используется такой проект, как профориентированные классы. То есть у нас открывается прямо в школах 10-11 класс, где-то и с 8 класса профориентированные классы, которые завязаны непосредственно уже на будущего, не только ВУЗ, который будет у ребят получать, но и на будущего работодателя. И такая связка школа, выпускные классы, ВУЗ и непосредственно будущий работодатель, она действует. По средней специальности, здесь целая отдельная политика. У нас сегодня больше 7 тысяч мест бюджетных обеспечиваем для поступления в СУЗы. Запрос тоже мы берем и сканируем от работодателя. Тот запрос, который сегодня есть, формирует по большому счету нашу программу бюджетного участия, участие в создании мест для ребят, которые пойдут в средне-специальные учебные заведения. У нас все средне-специальные учебные заведения работают под дуальной системой образования, где есть технологический партнер. То есть они участвуют в формировании программы обучения, предоставляют места для прохождения производственной практики, потом, естественно, выбирают сразу на работу после выпуска. Но у вас в Сургуте не втекается, это основной заказчик? Это здесь. По всему региону у нас 19 колледжей, они по этой системе работают. Завтра в Сургуте пройдут сразу два крупных политических события. Утром состоится внеочередное заседание Думы, на котором парламентариям предстоит рассмотреть два вопроса. Об освобождении от должности председателя законодательного собрания города и о досрочном прекращении полномочий депутата Думы Сургута. Оба пункта касаются Максима Слепова. Он накануне избран главой муниципалитета. Пока еще действующего спикера парламента коллеги поддержали единогласно. В случае, если и завтра никаких вопросов не возникнет, осенью состоятся довыборы. Жителям 14-го избирательного округа, чьи интересы и представляет Максим Слепов, предстоит наделить полномочиями депутата другого человека. Также завтра в 14 часов в филармонии пройдет церемония инаугурации. Новый градоначальник получит удостоверение, должностной знак и символический ключ от Сургута. Напомню, кресло главы муниципалитета пустует с 22 апреля. Тогда Андрей Филатов объявил о своем желании досрочно покинуть пост. Сургутские школьники во время летних каникул шьют изделия для бойцов специальной военной операции. Подростки изготавливают нижнее белье, наволочки, пододеяльники и медицинские сумки для нужд военнослужащих в швейно-вязальном отделении муниципального учреждения по работе с молодежью наше время. Организация занимается трудоустройством несовершеннолетних уже на протяжении 30 лет. За этот период практику и стаж здесь получили более 120 тысяч подростков. Молодые люди имеют возможность выбрать работу по душе в четырех учреждениях города. Это клуб-кафе «Собеседник», мини-прачечная, цех шелкографии и швейно-вязальный сет. Также ребята из нашего времени формируют бригады по благоустройству, прибираются, садятся и ухаживают за зелеными насаждениями, занимаются покраской строений и дорожных ограждений. Мы объясняем, куда мы шьем, зачем мы шьем. Они все хорошо к этому относятся, к пониманиям, по крайней мере. И они готовы каждый день, четко, начиная с того, что у меня там осталось продукт, я еще там не дошила. Я знаю, что мне шить. Я знаю, я помню. Да, мы шьем дальше. Дудроустройство ведется через молодежную биржу труда. Просвещение 35, это основной головной офис. Но однозначно можно и нужно пройти через сайт в наше время. То есть там выкладываются так называемые талоны. Вы должны пройти, взять талон и прийти на трудоустройство. В принципе, ничего сложного. Сейчас сургутские школьники, которые изготавливают изделия в швейно-вязальном цехе, трудятся там 2,5 часа в день, с понедельника по пятницу. Такой график позволяет подросткам подрабатывать и в учебное время. В месяц молодые люди зарабатывают около 12 тысяч рублей. Устроиться на работу можно и без базовых навыков в шитье. Специалисты цеха обучают новеньких всему, что поможет им в изготовлении необходимых для нужд СВО вещей. Результатов много. Конкретно шила, там разные наволочки, простыни и там пододеяльники. Ну, много разных изделий. Это доставляет удовольствие, когда ты делаешь что-то своими руками. С нашим временем я знакома с 14 лет. Я работала 3 месяца так же летом в организации, ну, так же наше время, но работала в кафе-собеседнике. Вот. И этим летом пришла с него вот сюда в швейный цех. Про ценности и традиции. В Сургуте прошел праздник «Русский двор». Горожан собрала одноименная община Югры на территории у Свято-Троицкого кафедрального собора на пересечении проспекта Мира и улицы Островского. Десятки людей пришли на события с семьями. Для детей, женщин и мужчин были уготовлены различные активности. Со всем юным участникам мероприятия проводили мастер-классы, эстафеты, игру в классики и вышибалы. Взрослые могли проявить себя в спортивных испытаниях, например, борьбе стенка на стенку, в конкурсе «Кто быстрее соберет необходимые предметы в вещь-мешок». «Подружка скинула. Она знает, что мы очень часто выходные выходим в православную церковь, посещаем, детей причащаем. Вот так узнали, вот пришли гуляться и смотреть». «Какого впечатления?» «Ну, пока впечатления неплохие. Весело, задорно». «Праздник очень понравился. Охота бы была, чтобы почаще бы такие праздники устраивали. Это объединяет всем весело». «Тут у меня второй дом. Я тут исповедую. Дети у меня счастливы. В воскресную школу ходят. Праздник восхитительный, потому что божественный. От удовольствия можно. Дети мои счастливы. Вон, где танцуют». «Знали, что будет с русской душой. Нам очень нравится. Ребенок прям в восторге». «Да. Мне очень понравилось делать поделки». «А что ты сделал?» «Я сделал это. Вот. Вот я сделал». «Все весело, довольно организовано хорошо. Дети приобщаются к русской культуре, что самое главное». «Этот праздник уже давно шагает по всей России. Просто мы решили подхватить данную эстафету. Мы посмотрели, как другие города празднуют, как это все весело проходит. Как идет большое объединение людей, где люди знакомятся. Мы захотели сделать так же. И просьба у нас получается». «Праздник называется «Русский двор». И изначально он шел к тому, что в любом дворе любого города можно проводить подобные праздники. Могут быть меньшего масштаба, но именно говорить про здоровый образ жизни, про традиции». Помимо русских народных игр, спортивных состязаний и танцев, для гостей подготовили колоритную тематическую фотозону. На протяжении праздника собравшихся приглашали на чаепитие с пирогами. Сургутские координаторы организации планируют сделать это событие традиционным и проводить его на постоянной основе. Главная цель мероприятия, говорят активисты, сплотить жителей. Своим примером показать подрастающему поколению, как можно дружить с соседями и увлекательно проводить время во дворе, просто играя. «Это очень важно, знать нашему подрастающему поколению наши традиции. Это очень красиво, это просто здорово. И вытащить их из компьютера. Сейчас вот эта война, которая идет информационная, их надо отвлекать от этого, чтобы они полюбили наши традиции. Как наш народ живет, как веселится, как наши сильные, могучие мужчины дружат, борются друг с другом, развиваются физически, ну как бы интеллектуально». Сердечная команда в действии. Хирурги окружного кардиоцентра осваивают новый вид оперирования пациентов со сложным приобретенным пороком сердца. Замена клапана в главном органе человека проводится в сруте достаточно давно. Однако благодаря новым методам выполнять вмешательство удается менее травматично. Кому показана смена аортального клапана, почему некоторым пациентам нельзя провести операцию на открытом сердце и чем новые методы лучше старых, узнавала Эльза Шайметова. Сужение аортального клапана вызывает ухудшение работы сердца. Из-за стеноза нарушается процесс кровообращения в главном органе человека, что несет за собой порой непоправимые последствия. Пациентам с таким заболеванием проводят замену вышедшего из строя клапана на его искусственную копию. Малоинвазивные подходы, которые набирают популярность, позволяют оперировать жителей менее травматично – через проколы. В одной из крупнейших профильных клиник Югры в Сургуте уже практикуют такие вмешательства через бедренную артерию. А вот внедрять другой вид хирургического воздействия через прокол между ребрами и левой желудочек сердца начали совсем недавно. Тренд современности – это к менее инвазивности оперативного вмешательства. За вот эти два дня самый молодой пациент – это 70 лет. Эти пациенты, скажем так, для них будет крайне тяжело перенести операцию на открытом сердце в условиях искусственного кровообращения. Для данной когорты больных именно и придумали, и используются, и мы это внедряем, этих технологий, как транскатетерная имплантация. И сейчас мы отрабатываем новую методику через мини-разрез напрямую через верхушку левого желудочка. Проводится именно этот вид вмешательства пациентам в возрасте, которые имеют сопутствующие заболевания. Замену ортального клапана через верхушку левого желудочка впервые выполнили в Югре в стенах окружного кардиодиспансера. Благодаря тому, что разрез составляет лишь 4 сантиметра, пациенты гораздо быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни. Помочь в проведении первых таких операций приехали кардиохирурги из Томска. Здесь официально пригласили помочь, проконсультировать в случае каких-то экстренных ситуаций, если что-то пошло не так. Действия врачей оценивают очень хорошо. Высококвалифицированные специалисты практически не приходилось принимать участие какого-то в оперативном лечении операции, выполняли они самостоятельно. Замена сердечных клапанов – современный стандарт хирургического лечения ортальных стенозов. Для проведения операции требуется большая команда – кардио- и рентгенхирурги, анестезиологи, врачи ультразвуковой диагностики и операционные сестры. Для успешного вмешательства нужна идеально слаженная работа. В одной операционной находится более 10 человек. Это как раз называется команда «Хар Тим», когда в одной операционной пришли рентгенхирурги, пришли кардиохирурги, анестезиологи, операционные сестры, операционные сестры рентгенхирургические и классические медсестры. То есть здесь непосредственно уже две команды. Каждая команда помогает друг другу. Каждый этап. Сначала кардиохирурги выполняют этап, затем рентгенхирурги, Потом опять кардиохирурги и рентгенхирурги. То есть поэтапно друг друга помогая. И тем самым благодаря вот этой слаженной работе и выполняется такая довольно-таки сложная, малоинвазивная операция. Сейчас такая операция занимает у врачей 2,5 часа. Однако совсем скоро, во многом благодаря опыту и профессионализму хирургов, продолжительность будет сокращаться. Транскатетерное протезирование ортального клапана в окружном кардиодиспансере выполняют уже более 10 лет. С 2012-го провели 87 таких высокотехнологичных операций. В планах на этот год принять 24 пациента, в том числе с применением нового вида вмешательства через верхушку левого желудочка. Эльза Шайметова, Никита Коншин, Сургут-24. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Медицинская клиника докторов предлагает современное лечение ожирения с помощью бариатрической хирургии. Терапевтическое обследование, опытные пластические хирурги, полная конфиденциальность. Хирургическое лечение ожирения в клинике докторов. Если диеты и марафоны так и не помогли сбросить лишнее. Привет. Я знаменитый суп Том-Ям. Я настолько прекрасен, что меня даже хотят включить в список всемирного наследия человечества ЮНЕСКО. Меня готовят только из свежих продуктов. Я очень насыщенный и порой обжигающе острый. Но ждать, пока я остыну, нельзя. Съешь меня сразу. Встретимся в Том-Ям-Баре. Хотите, чтобы волосы были пышнее и гуще? Безоперационная пересадка волос в центре Акватория. Эффективно, без наркоза и разрезов. Окончательный результат виден уже через два месяца. Запишитесь на консультацию прямо сейчас по телефону в Сургуте. 59-35-35. Центр медицинской эстетики Акватория. Пока козлята играли дома одни, злой волк планировал их съесть. Кто там? Ваша мама. А вдруг это волк? Давайте посмотрим наш умный домофон. Но козлята узнали злодея. Я открою тебе волк. Мы знаем, что это ты. Ваши дети дома в безопасности. Умные домофоны Телеплюс помогают. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Я хочу, чтобы дети были здоровы. Наверное, если повторять эту фразу чаще, желание однажды сбудется. Но есть способ надежней. Зайдите на сайт tnfond.ru и переведите любую сумму детям, которым нужна помощь. Подробности по телефону в Сургуте. 51 11 80. Спасибо вам. Благотворительный фонд «Траектория надежды». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова